Доброе утро. Тяжелые времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена. Эту цитату приписывают то Платону, то Конфуцию, то дубайскому шейху. Видимо, фраза настолько глубокомысленна, что не увязывается с личностью современного писателя-фантаста. Однако ж, цитата принадлежит нашему современнику, 52-летнему писателю по имени Майкл Хопп. В частности, фраза о тяжелых временах заимствована из его книги 2016 года и называется она «Те, кто остаются». Впрочем, само название книги тоже звучит крайне актуально. О своевременном пойдет речь и в утреннем вестнике. Причин несколько. Как и почему образуются пробки на дорогах. Главное – уметь переключаться. Как пермики расслабляются после тяжелого рабочего дня. С картинга начинал свою карьеру легендарный Михаэль Шумахер. В Пермском доме детства сотни ребят хотят повторить путь мастера. Кто такие Дэнди? Только ли дело в мужской моде и элегантности? Как-то мне на глаза попался прекрасный слоган в одной социальной рекламе. Вы не застряли в пробке, вы и есть пробка. Мало кто из водителей, стоящих в автомобильном заторе, задумывался о том, что он сам становится причиной задержки тех людей, кто едет вслед за ним. А даже если и задумывается, то не придает этому большого значения. При этом, подрезая очередную машину, водители жалуются на то, как мало строится дорог. Мы решили поднять эту тему. Причин, конечно, масса. Каждый случай требует отдельного анализа. И все же мы попробовали разобраться. Передаю слово Егору Тверетинову. Вот, все уже уехали. Стоило только на пару секунд, как говорится, залипнуть в телефоне. Все, за мной уже пробка. А мне приходится впереди идущих догонять. По мнению некоторых специалистов, именно такой поздний старт со светофора является одной из причин появления пробок. Если мы, конечно, говорим о тех случаях, когда виноваты сами водители, а не сторонний фактор. Аварии, перекрытия или ремонты. Но, конечно, причина эта не единственная. Как таковые пробки возникают из-за того, что водители, они неосознанно замедляют вот этот поток, то есть скорость неравномерная. Кто-то затормозил, кто-то разогнался. Из-за этого возникают вот именно эти пробки. Ну и плюс еще из-за того, что если одни водители двигаются в полосе, а другие начинают объезжать по обочине, потом вклиниваться обратно, соответственно, из-за этого возникает еще большая пробка. И тем самым движение очень сильно тормозит. Создается так называемый эффект волны. Водитель, создавший пробку, ее не почувствует, в отличие от других. Еще одна причина – незнание правил. Мы сами создаем пробку из-за того, что сомневаемся, в какой очередности водители должны проезжать перекресток. Очень часто возникают пробки из-за того, что люди просто не понимают, как вести себя в той или иной ситуации на дороге. В том числе, допустим, маленькие круговые движения, когда человек подъезжает к перекрестку и не знает, что ему делать. Либо пропускать, либо ехать в первую очередь. Хочу напомнить водителям о том, что необходимо повторять правила дорожного движения. Не только в автошколе учить и на всю жизнь никогда не запомнить. Все равно это необходимо делать ежедневно или в плановом режиме. Прежде чем обвинять в потоке других водителей, обратите внимание на себя. А чтобы быть уверенным в своих действиях, нужно повторять правила дорожного движения и соблюдать их. Егор Тверетинов, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Даже мощному автомобилю, несущемуся на большой скорости по шоссе, периодически приходится останавливаться для дозаправки. Ведь если этого не делать, он все равно встанет, как только закончится бензин. Если уж железу нужны передышки, то людям и подавно. Но как расслабиться, когда дела напряженного рабочего дня ни в какую не выходят из головы? Мы не стали гадать, а спросили советы у пермяков. И вот, что люди говорят. Как вы отдыхаете после тяжелого трудового дня? Такой вопрос мы задали подписчикам в нашей группе ВКонтакте. И вот, что люди говорят. Единицы идут гулять. Всего 4% среди участников опроса. Еще столько же вышивают крестиком. И еще 4% любят вечером приготовить что-нибудь вкусненькое, потому что это их расслабляет. Всего 11% респондентов берут в руки книги. 13% предпочитают проводить время после работы со своими детьми. Четверть признались, что восстановить силы им помогает просмотр любимого сериала. Но самый популярный ответ – ложусь спать. Да, 36% опрошенных уверены, что добрый вечер – это когда близкие желают доброй ночи и больше не беспокоят. Пермяки, которых мы встретили на улицах города, также считают, видимо, сон – это то, чего нам всем не хватает. Как вы отдыхаете после работы? Я в 9 заканчиваю спать лыжусь. Ну, может быть, смотрите сериалы, читаете книги? Нет. Только сон? Гуляю. Вечерняя прогулка? Ночная. Ночная? Да. Как вы отдыхаете по вечерам? У меня нет времени. Я еще работаю. И огород у меня еще. Поэтому я прихожу и отдыхаю. Спать ложусь, смотрю телевизор. Вот и все. Ну, зимой, естественно, немножко вышиваю. Вот и все мои развлечения. А что вышиваете? Ну, как вышиваю? Разные рисунки, природу, допустим, животных. Что еще? Замки вышиваю. Люблю вышивать замки. Какие-то цветочные композиции. Кружка кофе, телевизор. Кинчик посмотреть тоже прикольно. Там, не знаю, в телефоне позалипать тоже. Ну, лучше, конечно, в постельке. Я просто лежу. Потому что я сижу постоянно, сижу. И поэтому вот никак. А кем вы работаете, если не секрет? Мастер-маникюра. Вот. Маникюр, педикюр. Работаю. Поэтому, когда отдыхаете? Просто лежу. А может быть, сериал смотрите, книгу читаете? Есть увлечения? Бывает. Сериалы, да, смотрю. Что еще? Машину вот себе ищу на авито. Сижу постоянно. А так вот. Больше никаких у меня нету развлечений. На хоккей хожу посмотреть. Погуляю с друзьями. Музыку послушаю. Вечером один погуляю. Все. Дома чай. Человек-паук. Все. Ой. Расслабляюсь. Телевизор. Интернет. Ванна. Не знаю. Встреча с подружкой за чашечкой кофе. С ребенком какие-нибудь игры. Прогулка с собакой. Можно много рассказать. Прогулка на Динамо в лес. То есть даже в лес успеваете сходить после работы? Нет. Ну прям после выходных можно, да. А прям после работы в будни там придешь только вот просто ляжешь и спишь. Сегодня, как известно, 28 сентября. Казалось бы, день как день ничего необычного. Ну если, конечно, у вас сегодня не день рождения или там свадьба, ну или еще что-то такое. А так просто рабочие будни. На самом деле каждый день особенный. Станислав Уланов сейчас это докажет в своей новой рубрике «Этот день в истории». 28 сентября 1773 года началось восстание Емельяна Пугачева. Пугачев – беглый донской казак, объявивший себя, по примеру многих самозванцев того времени, императором Петром III. Крестьянское восстание охватило Поволжье, Урал, Западную Сибирь. К восставшим казакам присоединились местные башкиры, татары, казахи и многочисленные заводские рабочие и крепостные крестьяне, в том числе в Прикамье. Немалыми усилиями властей восстание было подавлено. Пугачев и его главные соратники были казнены в Москве в январе 1775 года. 28 сентября 1972 года. Во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен». Николай Озеров – легендарный советский спортивный комментатор, которого зрители особенно любили за его эмоциональность, экспрессивность и личную вовлеченность. Что же касается матча, это была решающая игра суперсерии 1972 года. Советские хоккеисты открыли счет, канадцы стали играть грубо. В определенный момент на площадке случилось настоящее ледовое побоище, к чему и относилась фраза Озерова. 28 сентября 1991 года. В Москве прошел Международный музыкальный фестиваль «Монстры рока». На сцене, построенной на поле аэродрома Тушина, выступили Пантера, ACDC, Металлика и Блэк Краус. Зрителей на концерте по разным оценкам было до 500 тысяч человек. К сожалению, фестиваль запомнился также массовыми стычками зрителей и охранявших порядок милиционеров, солдат-срочников и охранников, в результате чего в СМИ его назвали «Тушинским побоищем». Прямо сейчас предлагаю чуть отдохнуть от утренней повестки и послушать новости. О событиях в регионе за последние 24 часа расскажут мои коллеги из вечерней редакции. Новостной блок. Доходная и расходная части бюджета Перми увеличились на 182 миллиона рублей. Как отметили сами депутаты Гордумы, эти деньги будут перераспределены на первоочередные цели. В первую очередь это на обеспечение работы транспорта нашего электрического, чтобы пассажирам было удобно, на то, чтобы увеличить объем расходов на доп. образование, на ремонт Черняевского леса, на то, чтобы мы обеспечили институт территориального планирования дополнительной численностью, чтобы они взяли на себя контроль за ремонтом парков и скверов. В скором времени депутаты приступят к рассмотрению бюджета. На следующий год и плановый период. В октябре документ, работы над которым сейчас активно ведется, поступит депутатам от главы города. Однако некоторые расходные обязательства на ближайшую трехлетку уже известны. В частности, на этом пленарном заседании депутаты поддержали выделение средств на баскетбольный клуб «Парма». В Перми без отопления на данный момент остается 12% жилого фонда. Такие данные привел начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов на заседании Пермской городской думы. Он пояснил, что руководители некоторых ТСЖ не подавали отопление из-за сохраняющейся теплой погоды. В то же время Власов отметил, что отопление подано во все образовательные, спортивные и культурные учреждения. Среди объектов здравоохранения без отопления пока остаются несколько хозяйственных зданий. В целом же подключено 99% этих объектов. Многоквартирный дом в микрорайоне Владимирский. Как минимум, на время первых уральских холодов остался и без тепла, и без горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающая организация отключила здание от газа от того, что не смогла провести ревизию газового хозяйства во всех квартирах. А поскольку в доме используются газовые колонки, здание автоматически осталось и без горячей воды. В пресс-службе «Газпром» газораспределения Перм сообщили, что пошли на крайние меры, потому что в ходе проверки оборудование обнаружили опасные неисправности. В ходе технического обслуживания зафиксировано падение давления, что свидетельствует о негерметичности газового оборудования. Для устранения причин необходим доступ к оборудованию во все квартиры. В ходе проверки доступ обеспечен не был. Также выявлена неисправность на газовых сетях. Требуется замена резьбового соединения на вводе в дом. Повторная проверка оборудования назначена на 27 сентября. Восстановление газоснабжения будет возможно только после того, как специалисты смогут попасть во все квартиры. Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края отложила до 2023 года введение платы за посещение популярных природных достопримечательностей. Корректировка сроков вызвана сложившейся экономической ситуацией, сообщили агентству «Текст» в региональном министерстве природных ресурсов. Сделать платным посещение популярных природных мест в Прикамье планировалось в этом году. В прошлом был подготовлен соответствующий проект постановления правительства края. Плату предполагалось ввести на объектах, подвергаемых наибольшей антропогенной нагрузке и на территории природного парка Пермский. Одна из экологических троп в Перми получила новую жизнь. Так говорят те, кто принимал участие в ее реновации. После того, как все работы закончились, здесь уже провели несколько экскурсий. Мы здесь установили информационные стенды, которые были разработаны на основании комплексного экологического обследования. То есть большое число ученых здесь работали. Дальше мы обустроили тропу здоровья. Здесь ходят спортсмены, занимаются скандинавской ходьбой. Здесь велосипедисты ездят, бегают люди. И в принципе это транзитная территория. Сами активисты планируют продолжать и дальше благоустройство зеленого пространства. В ближайших планах поставить шлагбаум для машин и сделать входную группу для пеших посетителей. Руководство футбольного клуба «Амкар Пермь» не приняло отставку главного тренера команды Рустема Хузина, сообщается в официальном телеграм-канале клуба. «Думаю, что Рустем Хузин на пресс-конференции после матча поддался эмоциям. Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате, без паники и сохраняя спокойствие. Не сомневаюсь, что Рустем сможет ходить с высоко поднятой головой, когда достигнет цели, а не уйдет с тренерского поста», заявил президент «Амкар Пермь» Валерий Чупраков. «Я искренне радуюсь, когда нам, журналистам, удается повлиять на ту или иную ситуацию, помочь жителям решить давно забытую проблему. Также облегченно вздыхаю, когда есть прямой диалог пермяков с властью. Как раз-таки ближайшие события именно об этом. Предлагаю посмотреть». В четверг, 29 сентября, Пермская городская дума проведет традиционный марафон «Дума онлайн». Это серия прямых телефонных линий депутатов Гордумы, где жители города смогут получить ответы на самые актуальные вопросы. Марафон проводится на базе городского колл-центра регулярно и пользуется большим спросом у Пермяков. Обычно обращения горожан касаются таких направлений, как ЖКХ, благоустройство, а также здравоохранение и безопасность. Завтра на вопросы Пермякова будут отвечать семь депутатов. Их имена и фамилии вы можете видеть сейчас на своем экране. Принимать звонки народные избранники будут с 10 до 17.00. Телефон горячей линии 2 059 059. Информация о графике прямых телефонных линий размещена на сайте Пермской городской думы дума-пермь.ру, а также на сайте городского колл-центра 2 059 059.ру. У нас сегодня необычные гости. Это люди, которые в любую минуту, даже самую трудную, умеют, как никто, задуматься о хорошем, вызвать улыбку. У нас в гостях художественный руководитель театра «Кукол Туки-Луки» Алексей Миронов. Здравствуйте. И человек, без которого ни одно представление не состоится, главный режиссер театра Ярослав Колчанов. Здравствуйте. Ну что ж, будем говорить о творчестве, будем говорить об искусстве. И это чрезвычайно приятно. Ну, я понимаю так, что я не всех гостей в этой студии представила. Кто это у нас здесь? Ну, вот тут у меня сидит на коленках это мальчик-тережечка. Это из последней нашей премьеры, герой. В июне мы поставили спектакль, который так и называется «Тережечка. Русская народная сказка». Довольно интересно, мне кажется, получилось. Я этот спектакль видел из зала, в отличие от Ярослава Колчанова. Кстати, он там играет. А вот это у нас «Дон Гуан». Это из спектакля для взрослого зрителя «Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Ну что ж, давайте тогда начнем с общей информации. Вот он, новый сезон стартовал. Какие премьеры, которые состоялись в конце прошлого сезона, продолжаются? Какие намечаются новые? Что торопиться увидеть? На что успеть купить билеты нужно? Ну, во-первых, «Сережечка». «Сережечка» – это, мне кажется, очень интересный спектакль. Он основан на такой, на фольклоре, на этнике и, ну, полностью. То есть там, что касается и материала самого, имеется в виду литературного, и то, что ими песни там все, чистый фольклор, такая этнографическая очень история, декорации, как это сейчас, да, принято, аутентичные. И все так, вот все, мы старались в эту сторону двинуться. И вообще спектакль достаточно необычный для нас. Вот, у нас каждый новый спектакль, он новый, вот. И, в общем, мне кажется, это хороший еще спектакль. То есть он такой немножко образовательный еще, да, помимо всего прочего? Воспитательный и образовательный тоже? Ну, слушайте, наверное, да, но как бы мы к этому не стремимся. То есть мы каждый раз стремимся, чтобы у нас была интересная история. Конечно, в ней всегда, как в любой сказке, что-то заложено. То есть мы не пытаемся это на первый план никогда вынести, но вот здесь у Терешечки история взросления, история человеческого пути. Вот. И, то есть, конечно же, тихонечко где-то там это все закладывается. Вообще у нас довольно широкий сейчас взрослый репертуар, поэтому на эти спектакли, мне кажется, нужно приходить. Особенно тем, кто не был у нас в театре никогда, потому что у нас, наверное, какой-то свой подход, так как мы очень много играем для детей, и когда мы приступили к спектаклям для взрослых, у нас для нас это в первую очередь было чем-то таким новым и интересным, поэтому мы в это окунаемся полностью. Очень любопытные получаются спектакли, в том числе и моноспектакли, которых у нас сколько у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, да? Пять моноспектаклей мы играем, и вот я ни в одном из них не занят, я их смотрю, и мне всегда очень интересно, несмотря на то, что я смотрел их всегда, все много раз, и все равно вот смотрю каждый раз. Расскажите побольше про взрослый репертуар. Все-таки взрослый репертуар в таком детском изначально театре. Как вы его выбираете? Что главное в этих спектаклях? Чем они интересны? Слушайте, у нас достаточно классические репертуары, скажем так, если мы будем говорить о литературном материале. Да, то есть у нас есть Гоголь, у нас есть Андреев, у нас есть Чехов, у нас есть Ченгиз Айтматов, у нас есть Пушкин. Мы, знаете, не пытаемся как-то актуализировать специально этих авторов сейчас. Само время подсказывает выбор, в принципе, да, и поэтому какие-то спектакли, вот мы поставили год назад, два назад, да, они сейчас еще живые и актуальные, и те, кто... спектакли у нас есть, спектакли, которые, наверное, лет 8-9, и они до сих пор звучат, они звучат все равно сегодняшним днем, у них проявляются какие-то новые краски, но вот это основной выбор, то есть он происходит от того, что само время подсказывает, наверное. Есть все равно у каждого из нас в запасе, есть какой-то набор тем, набор авторов, с которыми мы живем всю жизнь. В какой-то определенный момент кто-то из них поднимается на первый план, и таким образом это какое-то такое естественное движение, вот, и поэтому... Ну, наверняка много обратной связи. Что взрослые говорят, уходя с ваших спектаклей, что они чувствуют? Они, наверное, чрезвычайно удивлены, придя в детский кукольный театр, получить какие-то совершенно взрослые эмоции. Для многих необычно, вот, например, «Маленькие трагедии» необычно тем, что там мы используем в одном спектакле куклы разных систем. Это некоторых зрителей наших удивляет. Некоторых удивляет, когда мы вообще не используем кукол в спектакле для взрослых, а таких у нас несколько, и в том числе вот очень большой спектакль по объему, по литературному, по времени, по продолжительности. Это «Материнское поле Ченгиза Итматова», где нет кукол, только живой план. И вообще он, в принципе, драматический спектакль. Это тоже для некоторых удивительно, особенно для родителей, которые водят нам детей на спектакли, на сказки с куклами, а потом приходят и видят немножко другой спектакль. Вдруг видят артистов, которых обычно не видно. Ну, на самом деле, они артистов видят всегда, потому что мы после спектакля всегда выходим к зрителям и с ними общаемся, поэтому они нас всех знают в лицо. Ну, и мы же работаем вообще в огромном количестве, ну, во всех жанрах, можно сказать, практически, кроме оперы и малета, по большому счету. Ну, все впереди. Ну, да. Сезон только начался. Что вообще театр «Туки-Луки» отличает от всех остальных театров мира? Чем он отличается? Дело в том, что мы действительно сейчас работаем в разных жанрах, и они абсолютно равноценны для нас. То есть, если когда-то мы начинались и до сих пор существуем как детский театр, как детский кукольный театр, то потом мы стали уличным театром и, в общем, заняли свою нишу в стране, я имею в виду. То есть, мы, в общем, да, нас в стране знают, нас зовут на фестивале, и мы летом ездим по стране с уличными спектаклями. Мы осваиваем для себя и взрослый репертуар, и он в основном, на самом деле, не кукольный. Получается так. Мы каждый раз должны удивлять. Ну, с другой стороны, это как бы не первоочередная задача – удивить. Да, но так или иначе мы должны это делать. Мы должны быть интересными. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях были художественный руководитель театра «Кукол» Туки-Луки Алексей Миронов и главный режиссер театра Ярослав Колчанов. Ходите в театр, пожалуйста. Искусство – это то, что спасет нас всех. Знание – сила. И как бы много у вас ни было работы, посмотрите, послушайте, о чем сегодня пишут местные газеты. Вам поможет пресс-парад. На перекрестке шоссе «Космонавтов» с улицы Столбовой в Перми начинается строительство эстакады. В мэрии напомнили о введении временного ограничения движения транспорта здесь на двух участках с 1 октября на два месяца. На участке от железнодорожных путей в районе улицы Плеханова до улицы Столбовой ширина проезжей части будет сужена до четырех полос, по две полосы в каждом направлении. На участке, расположенном между улицей Подгорной и улицей Мельчакова, до двух полос, по одной полосе в каждом направлении автомобилистам советуют быть более внимательными. Ипотеки и кредиты российских военнослужащих, погибших или получивших первую группу инвалидности в ходе боевых действий на Украине, будут списаны за счет банков-кредиторов. Внести подобное положение в готовящийся законопроект пообещал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, списанием кредитов будет заниматься не государство, а сами финансовые организации. Депутат не исключил, что такое нововведение отразится на выдаче кредитов и процентных ставках. Датские военные опубликовали видео с места ЧП в районе газопровода «Северный поток». На кадрах видно, что ширина круга с утечкой составляет несколько сотен метров. Ранее оператор газопроводов заявил, что разрушение на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» носят беспрецедентный характер. После ЧП морское управление Швеции рекомендовало судам обходить район утечки газа после ЧП на газопроводе «Северный поток». Рекомендуемая дистанция 5 морских миль. Это около 9 километров. Когда у самого Михаэля Шумахера спросили, чем картинг отличается от «Формулы-1», многократный чемпион, не раздумывая, ответил «Практически ничем, разве что только в «Формуле-1» динамика разгона и скорости выше. Картинг – вид спорта, который в благодарность выдает море адреналина. Ни с чем не сравнимые эмоции, почти физическое ощущение близости асфальта, скорость, испытание, стремление быть первым. В Перми картинг уже стал трендом, и убедилась в этом Наталья Тиньковская. Вы сейчас что обсуждаете? Тормоз. Как тормоз? Ну, тормоз. Как тормозит система? Да, то есть тормоза – это ведь главное, вам объяснили, да? Ну да. Ну, конечно, студия картинга в Пермском дворце детства сейчас вся вот здесь. Скоро-скоро на улицу, а пока мы просто пользуемся моментом. Так, у вас здесь что-то тоже увлечение? Увлекаемся сверлением. Машин достаточно, вот, содержать их, это дорогостоящие удовольствия, потому что техника спортивная и ломается очень часто. Асфальта в городе у нас нет. И в том числе на площадке спортивной. Качество покрытия не очень хорошее, чтобы использовать такие маленькие машинки, которые, они на самом деле без подвески, и поэтому качество асфальта, оно должно быть на высоком уровне, так скажем. И мне кажется, на высоком уровне должно быть умение ребят вот починить свою технику. Этому тоже обучают. Да, это обучаются с самого первого занятия. Изучают и устройство карта, и, конечно, и ремонтируют. Картингом могут заниматься дети с 7 лет. Даже 7-летние, они после первого года обучения, они уже умеют много и устройства, и что такое карбюратор знают, и откуда электричество берется. А потом папы приходят и говорят, так они лучше нас. Да, да, и здесь даже, когда родители приходят и удивляются, откуда ребенок так много знает, вроде ему 7 лет, а он уже знает, как работает генератор, где смешивается воздух с бензином. Так у вас должна очередь стоять? У нас стоит очередь. Стоит? Да, стоит очередь. На данный момент очень много ребят, кто хочет заниматься, и мы не можем всем уделить, так скажем, внимание и отказываем, потому что группы переполнены. И это на живом по сердцу, да, хотелось бы. Ну, просто есть ребята, которые приходят просто в поисках еще, а есть ребята уже, которые нацелены заниматься определенным интересом, как бы уже оформились у них. А есть ребята, которые, вот там я попробую, родители, я попробую, дайте, вот пусть ребенок попробует. На самом деле, это вид спорта очень тяжелый, и физическая подготовка нужна, и чтобы голова хорошо работала, и в школе учились, конечно, хорошо. Ну, на самом деле, вы же этому рады, правда? Ну, так я, конечно, рад. То, что и хотят, и получается, и здорово, и то, что вот ребята так увлеченно, в том числе и ремонтом занимаются. Не зря мы к вам зашли. Да и думают головой, конечно. Конечно. Наталья Тиньковская, Сергей Антонович, телекомпания «Ветта». Казалось бы, все, что касается тех или иных законов, нет ничего проще. Работаешь по совести, платишь налоги, квартплату, ну и так далее, и живешь хорошо. Но всегда есть нюансы. Некоторые законы трансформируются с некоторыми до поры, до времени мы вообще не сталкиваемся. А начеку в наше-то время быть просто необходимо. В связи с чем, предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику, которая так и называется «На законных основаниях». Практически у каждого гражданина есть какое-либо имущество. И рано или поздно встает вопрос, как этим имуществом распорядиться в дальнейшем. Чтобы отменить завещание, можно ли его просто сжечь или порвать? Если завещание сожгли, порвали или потеряли, оно не будет считаться отмененным. Аннулируется завещание только путем оформления у нотариуса соответствующего распоряжения или же путем составления нового завещания. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее в целом или изменить отдельные в нем пункты. Либо завещание может быть отменено также соответствующим распоряжением наследодателя. Может ли кто-то претендовать на наследство, независимо от завещания? Законодателям предусмотрена такая норма, которая сохраняет права нетрудоспособных наследников. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг, родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они проживали не менее года до смерти совместно с наследодателем и находились на его иждивении, они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, так называемая обязательная доля. Можно ли в завещании указывать какие-то условия для наследников, только при исполнении которых они могут получить наследство? Например, завещая квартиру внуку при условии, что он поступит в медицинскую академию. Российским законодательством прямо не предусмотрена возможность указывать в завещании какие-либо условия перехода прав на наследство. Например, нельзя завещать бизнес сыну при условии, что он женится на дочери компаньона. Завещание – это безусловная сделка и нельзя оставить получение наследства в зависимости от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Могу я в дальнейшем распоряжаться завещанным имуществом? Или наличие завещания ограничивает его? При составлении завещания вы остаетесь собственником своего имущества и можете им распоряжаться по своему усмотрению, не спрашивая чьё-либо согласие, в том числе лиц, в чью пользу составлено завещание. Вы можете продать имущество, подарить, составить новое завещание. Кто еще, кроме нотариуса, может заверить завещание? В жизни случаются различные ситуации и не всегда доступен нотариус, когда можно составить завещание. В этом случае в законе предусмотрено, кто может кроме нотариуса удостоверить еще завещание. Так, к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, удостоверенные главврачами этих больниц, либо заместителями по медицинской части. Завещание лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут удостоверяться начальниками мест лишения свободы. Завещание лиц, находящихся в домах престарелых и инвалидов, могут удостоверяться директорами и главными врачами домов престарелых и инвалидов. Завещание граждан, находящихся в экспедициях, в арктических, например, они могут удостоверяться начальниками этих экспедиций. Завещание военнослужащих, находящихся в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, могут удостоверяться командирами воинских частей. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в нотариальном порядке, либо посредством составления завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Мобилизованные граждане могут оформить ряд документов вне очереди и на льготных условиях. В качестве дополнительной меры поддержки организована работа дежурных нотариальных контор в выходные дни. Их перечень с адресами и режимом работы можно найти на официальном сайте Нотариальной палаты Пермского края. Автомобильные новости сегодня в тренде, как ни крути. Быть в курсе всего происходящего на рынке не то, что нужно, необходимо, если, конечно, вдруг у вас нет машины. Но если даже есть, передадите потом своим коллегам. Отправляемся в Автомир с Егором Тверетиновым. Техосмотр дорожает в два раза. Федеральная антимонопольная служба опубликовала приказ, согласно которому стоимость техосмотра будет увеличена в два раза. Не исключено, что ТО станет еще дороже, если операторы убедят местные власти в такой необходимости, предоставив соответствующие расчеты. Тарифы, установленные в 2012 году, успели устареть, и проведение ТО стало невыгодным для операторов. Прибыль не покрывает расходы на оборудование, наем специалистов, аренду помещений и так далее. Теперь региональные власти будут запрашивать ежегодно у бизнеса данные о расходах при ТО и определять стоимость на будущий год. С 2023 года цена на ТО не может быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубля для мотоциклов, 1560 и 1880 рублей для автобусов, 900 и 1960 рублей для грузовиков. Это примерно в два раза больше, чем сегодня. В сети представлен ретроавтомобиль Хелли Крон 1932 года с пропеллером. Двигатель Ситроен вращает большую лопасть, которая установлена спереди. Автомобиль полностью исправен и имеет все необходимые документы, поэтому может передвигаться по дорогам общего пользования. Транспортное средство несколько лет проходило стадию реставрации и восстановления. Все датчики в салоне были заменены на новые, хотя приборная панель является оригинальной, что подчеркивает особую красоту автомобиля. Его длина составляет 426,72 см, и он управляется задними колесами. Из-за конструктивных особенностей управлять транспортным средством не так легко, как это может показаться на первый взгляд. Однако энтузиасты уверены, что могут быстро наладить работу машины, сделав ее универсальной и современной. Самое главное – отталкиваться от всех особенностей этого автомобиля. Отреставрированная машина 1932 года представлена в единственном экземпляре, что говорит о ее особой ценности для будущего владельца. Точная сумма средств, вложенных в реставрацию, не называется. Сам в сети представленный автомобиль вызвал большой ажиотаж среди покупателей. Представлен новый семиместный внедорожник «Зил Кедрач». Представленная новинка – это полноценный внедорожник. Она имеет рамную конструкцию, обеспечивающую высокую прочность и безопасность. По умолчанию новый «Зил Кедрач» будет комплектоваться полным приводом с неразрезным мостом сзади и двухрычажной подвеской спереди. На выбор покупателям предложат два варианта трансмиссии с механическим и автоматическим управлением. Новый «Зил Кедрач» оснастят двухлитровым турбодизельным двигателем, который развивает 215 лошадиных сил полезной мощности. Также внедорожник может получить турбомотор аналогичного объема, который выдает 224 лошадиные силы. «Зил Кедрач» получит сразу несколько систем, предотвращающих крен кузова. Также для российской модели подготовят функцию контроля состояния водителя, помощников при подъеме и спуске, серво-привод багажной двери и многое другое. Это будет совместный продукт китайских и отечественных автопроизводителей. «Как дэнди лондонский одет» – это фраза из Евгения Онегина Пушкина давным-давно стала крылатой и нередко употребляется, когда речь заходит о мужской моде и элегантности. Слово «дэнди» прочно ассоциируется с образом стильно одетого молодого человека, а также может восприниматься как синоним щеголя мужчины, особенно тщательно следящего за своим внешним видом. Мы постоянно используем это понятие, но при этом мало кто может ответить на вопрос, кто же такие эти легендарные «дэнди»? Наталья Тиньковская продолжит. Кто такие «дэнди»? Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как «дэнди» лондонский одет», писал наше все Александр Сергеевич Пушкин. А мы с его легкой руки, как только про мужскую моду заговорим, так тут же на язык эти «дэнди» и прыгают. Щеголи такие франты, красавчики, модники. Все же просто. О, совсем-совсем непросто. На «дэнди» не подшучивали, что вы, не посмели бы. Им завидовали, им подражали, у них учились. Впрочем, самим «дэнди» это было безразлично. Они были заняты исключительно собственной персоной. Откуда что взялось? Здесь правильный вопрос – когда? В конце 18 века. В Англии кризис из-за революционных потрясений. Муки не хватает, какая пудра для париков. Долой и сами парики, и золотые камзолы. Образ аристократа стирается, как и границы между сословиями. Это теперь пыль, прах, плесень, но... Появляются «дэнди», которые делают ставку на аристократизм, как они его понимают. От манеры одеваться до поведения. Лоск возводится в статус религии. Красивая стрижка, подтянутая фигура, одежда из самых качественных материалов. Неброских оттенков сидит, как влитая, супер даже с изнанки. Дэнди изысканные аксессуары. И все это носится непринужденно. На губах улыбка в глазах, отстраненность праздного наблюдателя. Дэнди легко завоевывали всеобщее внимание. Вот их коронный прием. Дерзко, напористо вступить в разговор, демонстрируя глубокую осведомленность в теме. И вот уже их слушают, раскрыв рот. А они быстро теряют интерес и идут дальше со своей элегантной холодностью и безупречными манерами. Все под впечатлением. Занавес. И что это было? Для чего? Элементарно. Для того, чтобы эффектно подать себя в высшем обществе. Главное, чтобы найти подход к нужным людям, даже являясь выходцами из низших сословий. Недаром разбогатевшие буржуа старались обеспечить сыновьям самое лучшее образование, чтобы они смогли стать Дэнди. Теперь ты знаешь больше. Молодец. Все мы очень заняты сейчас. Заняты наши мысли, наши чувства. Каждая минута расписана. Мы должны действовать эффективно и не время расслабляться. Оно и понятно. Но минутка философии все равно уместна. Помните, конечно, известную фразу Ницше о бездне. Мол, если долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Так вот, у этого высказывания есть и первая часть. Звучит она так. Так, кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И вот уже теперь. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Минутка философии окончена. Хорошего дня. Минутка философии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»